Для тех, кто ожидает стать прокурором, вошедшая юридичная эдукация обовязковая, а ляг это не отдельное потребование. Спочатку необходимо дать квалификационный экзамен в областной и республиканской прокуратурах, пройти специальную проверку на профессиональную ответственность, 6-7-месячную стажировку и в речи аттестация, когда все выпребывания пройдены по спеховы, тогда можно лечить себя с управленником прокуратуры. Координовать работу всех дежурных структур по недопущению сопротивленных действий и сохранению права и законных интересов граждан. Задача прокуратуры состоится постоянной на протяжении уже нескольких десяти годов. Причем формы работы могут быть самыми разными, от ожитивления нагляда за законностью державными обвинувавцами в судах до особистых приемов граждан. Отременная на их информация выкористовывается при проведении проверок, а при наявности подстав принимаются меры прокурорского реагования. Мы все-таки оцениваем свою работу правозащитной деятельностью. Мы сегодня говорим о том, сколько граждан получили защиту своих социальных прав, путем обращения в прокуратуру, а прокуроры вынесли акты прокурорского реагирования, защитили их интересы или обратились в их интересах в суд и в суде защитили их интересы. Дейность прокурора была одна из самых складанных и насыщенных. На суперраспосюженные думцы шмат часу прокуроры проводят на працонном месте, получающие паперы, хоть выезды на место вздарению так само не выключаются. При поступлении на працу в прокуратуру на умение претендента працовать с великим объемом информации, свертается особливая увага. Разум с ним, эта профессия, одна из самых небеспечных, была часто связана с раскрытием коррупционных схем и перевышением службовых полномостов у керувниками розного узровня. Это праца, которая потребует стойкости и суменности. Если говорить об уголовных делах, конечно, коррупционные дела всегда имели особо актуальный, скажем так, общественный резонанс вызывали, потому что, как правило, к уголовной ответственности привлекаются высокопоставленные должностные лица. Уголовные дела, которые связаны с экономикой, тоже имеют широкий общественный резонанс. Если говорить о сегодняшнем периоде текущего года, то у нас небольшое снижение по линии выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Я бы это все в первую очередь связал с активным противодействием со стороны правоохранительных органов. Очень много у нас выявляется интернет-магазинов, сбытчиков наркотических средств, которые реально оказывали очень неблагоприятное влияние на обстановку в городе. Закрыли эти магазины, и фактов появления новых точек стало гораздо меньше.